Буквально только что мы получили заявление президента России Дмитрия Медведева. Уважаемые граждане России, вы безусловно знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками привел к гибели сотен наших мирных граждан. Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой долг по защите женщин, детей и стариков. Грузинское руководство в нарушении устава ООН своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу, развязало вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкрик, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа. Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для грузин», только вдумайтесь в эти слова, приказал штурмовать Сухум и Цхенвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села – вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила истребление абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь политического урегулирования. При этом мы неизменно исходили из признания территориальной целостности Грузии. Грузинское руководство выбрало другой путь. Срыв переговорного процесса, игнорирование достигнутых договоренностей, политические и военные провокации, нападение на миротворцев – все это грубо нарушало режим в зонах конфликта, режим, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ. Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и не отошли от своей позиции, даже после одностороннего провозглашения независимости Косово. Но наши настойчивые предложения грузинской стороне заключить с Абхазией и Южной Осетией договоренности о неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже в ООН. Сейчас понятно, мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило. Грузинское руководство методично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только укрепляла ощущение собственной безнаказанности. В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, после того, что произошло в Схенвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это не легкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей. Итак, это было заявление Дмитрия Медведева. Он сообщил, что подписал указ о признании России, независимости Южной Осетии и Абхазии. Ситуацию вокруг этих республик обсудил сегодня Совет Безопасности России. Совещение с членами Совбеза состоялось в сочинской резиденции главы государства Бачаров-Ручей.